Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. В Карельском правительстве снова кадровые перестановки. Министром здравоохранения назначена Ольга Лазаревич, заместитель главного врача республиканского онкодиспансера, главный внештатный онколог Минздрава Карелии. Эрвант Хедишан, ранее возглавлявший Министерство здравоохранения республики, освобожден от занимаемой должности. Указ о назначении Ольги Лазаревич министром подписал временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков. Лазаревич – выпускница медфака Петрозаводского госуниверситета, чья медицинская карьера всегда была связана с Карелией. Она работала участковым терапевтом в поликлинике номер 4 Петрозаводска, затем дежурным терапевтом республиканской больницы, после чего трудилась в качестве онколога-химиотерапевта республиканского онкодиспансера. В 2013 году стала заместителем главного врача онкодиспансера по медицинской части и главным внештатным онкологом Минздрава Карелии. После своего назначения министром Лазаревич заявила, что перед ней поставлены конкретные требования по изменению показателей Минздрава. К сожалению, случилось так, что визит министра Российской Федерации Вероники Игоревны Скорцовой в республику Карелия сопровождался как раз критикой Министерства организации системы здравоохранения, что те действия, которые должны быть направлены на анализ и предпринятие конкретных шагов, они были недостаточными. Соответственно, сейчас за короткий промежуток времени предстоит провести как анализ, так и выработать тактику и стратегию. Ольга Лазаревич заявила, что не исключает кадровые перестановки в министерстве. В ближайшее время министр планирует отправиться в районы Карелии и встретиться с коллективами местных больниц. Не исключено, что новый министр отправится и в Кемь. Минздрав выявил грубые нарушения обеспечения лекарствами онкобольных, допущенные медиками Кеми. Работники местной больницы отказались колоть морфин умирающей онкологической больной. Пациентка скончалась, испытывая сильные муки. Сын погибшей потребовал проверить действия медиков. Медики Кеми не захотели связываться с лишней отчетностью и поэтому не стали колоть наркотическое вещество морфин умирающей пациентки Людмиле Комиссаровой. Ее сын боролся с местными врачами и добивался обезболивающего укола для своей матери. Но медики были непреклонны. Как выяснилось, морфин в Кеми был, но при этом данный препарат отсутствовал непосредственно в укладках бригад местной скорой помощи. Эти факты удалось выяснить в ходе проверки Минздрава. Кемские врачи кололи онкобольной, другие обезболивающие, однако эти препараты не помогали. Действия врачей фактически усугубили предсмертные муки пациентки. При проведении проверки выявлены грубые нарушения порядков оказания медицинской помощи. По профилю онкология, палеотивная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, а также нарушения законодательства в сфере обращения наркотических средств. Главному врачу Кемской ЦРБ объявлен выговор. Детали проверки не разглашаются. В Минздраве ссылаются на врачебную тайну. Известно, что проверяющими были обнаружены факты нежелания врачей выписывать и назначать морфин. Помимо этого, обезболивающее отсутствовало у врачей скорых, что является прямым нарушением стандарта оснащения бригад. Как сообщили в Минздраве, медперсонал не хотел отчитываться за использованные ампулы. По результатам проверки главврачу Кемской больницы выдано предписание с требованием об устранении выявленных нарушений. Бывший глава Карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, проходящий по делу о гибели детей на Сямазере, освобожден из-под домашнего ареста. Петрозаводский городской суд не стал продлевать домашний арест, срок которого стекает 19 апреля. Анатолий Коваленко находился под домашним арестом с 22 июня прошлого года. В суде Коваленко утверждал, что Роспотребнадзор выдавал санитарно-эпидемиологические заключения о работе парка отеля Сямазера. И не несет ответственности за организацию водных походов. Предъявленное ему обвинение в халатности он называл необоснованным и незаконным. По версии следствия, в 2015 году в Роспотребнадзор Карелии поступала информация о нарушениях закона при организации летнего отдыха детей, который допускает руководство парк-отеля. Однако управление не предприняло в течение года никаких мер по закрытию или приостановлению деятельности лагеря. По версии следователей, такое халатное отношение и ненадлежащее исполнение обязанностей Коваленко и другими должностными лицами могло стать одной из причин трагедии. Успеть до 1 сентября. Министр строительства республики отчитался перед правительством о программе переселения граждан из аварийного жилья. Карелия отстает по срокам. В прошлом году нерасселенными остались больше половины аварийных домов. По информации Министерства строительства Карелии, всего из 119 тысяч квадратных метров, которые в республике необходимо расселить по четырехлетней программе, реально выполнено меньше половины – 57 тысяч квадратных метров или 47%. До 1 сентября этого года должно быть расселено еще 62 тысячи квадратных метров жилья. Доклад министра строительства, временно исполняющего главы обязанностей Карелии, не устроил. Сейчас скажу, поднимите руку, кто что-нибудь понял с точки зрения, так сказать, пошагового решения проблемы. Очень много информации, очень много цифр, только непонятно, что будет 1 мая, что будет 1 июня, что будет 1 июля, что будет 1 августа. Я, например, из вашего доклада абсолютно у меня нет уверенности, что мы к 1 сентября все построим. 41 тысячу квадратных метров готового жилья Минстрой купит, остальное необходимо построить до 1 августа. Но заселить всех к сентябрю вряд ли удастся, признал министр. В числе прочего, строительство в районах задерживали недобросовестные подрядчики, которые, выиграв аукцион, в итоге к возведению домов не приступали. У нас проблема как раз состоит в том, что там, где муниципалитеты, у нас нет ни одного прокола, это в части только Беломорска, я хочу сказать. Во всех остальных те или иные проблемы присутствуют, из-за чего республика вовремя это все забирала на свой уровень. Еще одна проблема муниципалитетов – забывчивость. Практически все главы районов республики не подали информацию о некоторых аварийных домах на вверенных им территориях, из-за чего из программы выпало 23,5 тысячи квадратных метров жилья. Каким образом будут расстелять их, пока неизвестно. На это необходимо дополнительное финансирование. Ключ к шифру узнали петрозаводчане. Программу с одноименным названием представила на сцене Дома культуры «Машиностроитель» группа «Сплин». Пирамиды, окраины, тревога – песни с нового 14-го студийного альбома группы «Сплин» уже стали хитами. Как говорит лидер группы Александр Васильев, каждая песня ключа к шифру – реальное зашифрованное послание, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и запомнилась. А к окраинам памяти любителей «Сплина» музыканты обращались с незабвенными шлягерами. За организацию и визуализацию концерта отвечала компания «Интерфест». Компания «Интерфест Продакшн» занимается техническим оснащением самых крупных мероприятий на Северо-Западе. И, как вы видите, теперь на наших мероприятиях мы используем не только самый современный звукосвет, а также мы устанавливаем большой светодиодный экран, который поднимает качество мероприятия на совершенно другой уровень. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания.